Нам остается вот так вот каски поставить и стоять. Доведенные до отчаяния и буквально брошенные своим руководством сотрудницы фирмы ПАЗА-2030 сегодня собрались перед пустующим зданием администрации. Внутри конторы нет никого, ни директора, ни бухгалтерии. По словам бывших работниц фирмы, с начала сентября организация съехала из офиса, предварительно сократив более тысячи человек. Говорят, их уволили, не рассчитав за месяц работы. Люди все обеспокоены, что мы август отработали, мы не получили ни заработную плату, мы не получили компенсации за отпуска, мы не получили даже диет питания за два месяца, то бишь за июль и за август. Так что рабочие обеспокоены этим. Начальство с нами не идет на встречу, что даже нам на сегодняшний день выдали табелограммки. По словам работниц, о том, что в фирме «Паза-2030» произойдет глобальное сокращение, знали еще за месяц. Такое решение руководством подрядной организации было принято в связи с расторжением договора между «Паза-2030» и «Арселор Митл Тимиртау» на предоставление услуг. Всех же уволенных работников перевели в дочерние предприятия комбината с сохранением заработной платы и окладов. По словам женщин, им пообещали выплатить все задолженности по зарплате в течение трех дней после перевода, но этого так и не произошло. У нас 28 числа было собрание на заводе управления, где нам председатель завода Баранцев пообещал, что они все проконтролируют, выплатят все компенсации, полностью зарплату. Ну, по факту, уже сегодня 14 число, а денег нет. Бывшие сотрудницы «Паза-2030» уже обратились в инспекцию по труду с просьбой разобраться в ситуации. По словам руководителя отдела контроля трудового законодательства Тимиртау, уже проводятся все необходимые проверки на законность действий руководства фирмы. «Сегодня у работников, у коллектива работников, бывших до «Паза-2030» им было подано заявление в ГУ управления по инспекции труда Карагандинской области, которое на данный момент сейчас регистрируется. Все факты, изложенные работниками о нарушении трудового законодательства, будут проверяться. Будет объясняться единственный вопрос, почему не выплачена еще причитающаяся сумма на сегодняшний день. И будут приняты соответствующие меры». Как отмечают в инспекции по труду, буквально месяц назад в фирме «Паза-2030» уже возникали проблемы с задержкой заработной платы. И тогда ситуацию удалось решить в пользу работников. Инспекторы уверены. И на этот раз, правда, восторжествуют. И бывшие сотрудники фирмы получат все выплаты в полном объеме. А руководство компании понесет административную ответственность за неуполнение требований действующего законодательства республики. Искандер Байкенов, Дмитрий Баленов. Новости Тимиртау. Новости Тимирта. Новости Тимирта. Новости Тимирта. Продолжение следует...